И всем привет! С вами я, Андрей023. И в этом видео я проведу небольшой гайд, как строить контактную сеть на прямых участках в Майнкрафте. И для этой контактной сети нужно скачать пак Сани. Да, потому что сегодня гайд на контактную сеть на контактную сеть на прямых участках в Майнкрафте. Итак, для начала нам нужно выдать себе барьеры. Просто пишем give свой ник и барьер. Вот. Ставим стоп и поднимаем барьеры. Дальше берем маркер, два изолятора. Ставим маркер. Когда вы увидите сорок блоков, то вот здесь мы ставим стоп. Кстати, еще хочу обратить внимание, чтобы эти дырки в бетоне смотрели в сторону железной дороги. Итак, берем изоляторы. Берем не такую консоль, а вот такую. Затем берем вот консоль. Вот такую. Ну, от столба. Ну, то есть, ну, она вот такая. Она должна быть такая вот. Ставим здесь эту консоль. То есть, должна... Контажка должна идти из стороны в сторону. То есть, консоли к столбу и от столба. Дальше ставим опять маркер. 40 блоков. Столб. Барьеры. Консоль уже к столбу. Вот так. Как же все-таки на эту контактушку повешать провода? Берем два провода. Здесь листаем вниз. Находим вот примерно вот где-то здесь провод. Если у вас есть пак на Т-образную стойку санья, то берем вот этот провод и этот провод. То есть, вот здесь вот провод и здесь. А если нету пак на Т-образной стойке, то отсчитываем здесь 4 изолятора и здесь ставим, выбираем, ну, провод здесь и здесь. Берем, вешаем провод и смотрим, чтобы этот изоля... Ну, провод соприкасался к изолятору ровно. Вот, значит, все окей. И вот вешаем. Потом берем второй провод и вешаем уже вот так. Все. Контактная сеть идет из стороны в сторону. То есть, все как должно быть. Также еще расскажу, как сделать кронштейны в этом паке. Как вы знаете, пока что еще нету проводов для как раз таки кронштейнов. Но кто... Ну, хочется же такие прикольные кронштейны на контакте. Итак, как же это сделать? Берем кронштейн, желательно вот такой. Ну, вот такой. либо... 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 Либо такой. Вот. Еще можете T-образную стойку взять. Но это я уже не проверял. Берем кронштейн и невидимый изолятор из пака по SRP. Вот. Ставим барьеры. Там, где изоляторы, ставим сюда вот невидимые. Берем самый нижний провод в паке на КС от Сани. Ставим здесь барьеры также. Ставим два таких вот изолятора и вешаем. Ну, только здесь немного неправильно повешал, но вы суть поняли. Берем вот так вот. Кликаем и потом кликаем вот сюда. Не очень идеально, но это пока что единственный вариант, как можно это сделать. На. Ну, вот как раз таки два вида кронштейнов. Как раз таки все рабочие. ставим ставим опять же невидимые изоляторы и кликаем вот так, вот так и вот так. Все. Переменный ток готов. Может, как будто нужен постоянный ток, поэтому сейчас я вам покажу, как сделать постоянный ток с помощью этого пака. Делаем все точно так же. Ставим столб, заполняем барьерами, отсчитываем сорок блоков, дырки в бетоне в сторону ЖД, и ставим здесь. От путей столба должно быть где-то вот тут два блока, вот так. Берем здесь есть два таких консоли. Берем такую консоль и вот такую, то есть к столбу и от столба. Кто как хочет, у кого как получится, можно ставить либо так вот, чтобы нижние изоляторы смотрели в разные стороны, а можно сделать равномерно, чтобы они смотрели в одинаковую сторону, вот так. Ставим консоли, чтобы кэс шла зигзагом, вот так. вот, вот, Дальше берем провода, выбираем здесь этот провод и вот этот провод. Смотрим. если у вас вот так вот появляется, значит все, по идее, должно быть нормас. Да, все нормас. И берем другой провод и уже соединяем на другую консоль. Все, контактная сеть готова. В принципе, здесь можно добавить какие-то Г-образные стойки. Это будет смотреться очень даже неплохо. Вот, вешаем Г-образные стойки. И у нас получается контактная сеть на прямом участке ЖД. Переменный ток и постоянный ток. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Если это видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. пока.